И снова привет, пусики! Сегодня у нас продолжение 15-го криминала Но будем читать маленькие, коротенькие истории Итак, первая история Кстати, это все на реальных событиях сделано написано, просто изменены имена Старушка украшала машинкой порезать их в куски В Иванове пожилую женщину пытались обмануть две аферистки которые буквально вломились в ее дом Они хотели обменять бабушкину наличность на сувенирные закладки для книг Вели себя аферистки крайне агрессивно Однако, одинокая пенсионерка сумела дать отпор обнаглевшим мошенницам Она заявила им Сейчас, блядь, нож на кухне возьму Вкуски, вас порешают, суки, блядь Преступницы, видя боевое настроение пожилой дамы предпочли ретироваться А пенсионерка тут же позвонила в полицию В течение 10 минут подозреваемые были найдены и содержаны Следующая история после краж ходила в церковь В Воронеже полицейскими поймана преступница похищавшая у доверчивых пожилых людей крупные суммы денег Схему обмана снаружи она выбрала банальную но, как оказалось, очень честную Так, 83-летняя местная жительница она представившись сотрудником социальной защиты населения предложила приобрести со скидкой продукты питания Заинтересовавшись предложением пенсионерка впустила мошенницу в дом Та показала список продуктов которые якобы полагаются женщине и попросила за них косарь Самусил мошенницы был просто узнать где старушка хранится из бережения и впрямь пожилая женщина досталась потайного вместо кошелек и расплатилась за покупку А когда положила кошелек на стол гостя попросила принести Таару для обещанных продуктов Пока хозяйка выходила из комнаты мошенница собрала портманная и скрылась В результате престарелая женщина лишилась 20 тысяч рублей Вы прикиньте бабки 83-летние по 20 тысяч кошельках своих носят Другой 83-летний жительница Воронежа социальный работник помимо дешевых продуктов пообещала решить вопрос о замене окон и за все попросила всего-то 16 тысяч рублей Старушка признала что таких денег у нее нет однако мошенница не растерялась ответила давайте сколько есть пенсионер гантала ей 8000 после чего аферистка отправила хозяйку соседнюю комнату с оттарой для окон наверное а сама покинула квартиру и все же в итоге ее задержали признавшись в обмане беспомощных старушек женщина рассказала что после совершенных преступлений она заходила в церковь и отдавала по косарю в качестве пожертвования святая женщина как оказалось вот так вот ребята следующая история продавцов разводят на деньги не отходя от кассы в Хабаровске сотрудники полиции задержали группу злоумышленников которые специализировались на так называемом подломе денежной купюре при совершении мягких покупок мошенник протягивал купюру в номинал в 5 косарей а на сдачу получал 4 купюры достоинством в 1000 рублей и другие банкноты продавцам невыгодно принимать крупные банкноты и они охотно обменивали их обратно когда мошенник обнаруживал именно те 200-300 рублей на которые и выбрал товар в это время происходил подлом распределив роли один из соучастников отвлекал охранника а другой начинал отвлекать кассира новой покупкой воспользовавшись заминкой основной фигурант скрывался со своей 5000 купюрой и с 3000 из разминки одна тысячная купюра непременно должна была оставаться снизу сдачи чтобы обеспечить визуальный обман вот вы сейчас наслушайтесь меня и пойдете херачить я если что в этом не виновата следующая история с шолья вся такие кладки в Вагограде 32-летняя местная жительница представлялась риэлтором просила своих знакомых отложить деньги под большие проценты на несколько дней для заключения выгодной сделки при этом в начале суммы самоварьировались от 10 до 50 косарей первые проценты риэлтор возвращалась справно после чего просила доверчивых граждан отсрочить возврат долгов обещаясь новой выгодной условия при очередном продлении сроков она уже требовала увеличить сумму займа а как только потерпевшие отказывались сделать это тут же прекращалось с ними какое-либо общение игнор чес в задании ее действий сумма долга перед девятью волгоградцами превысила два с половиной ляма рублей граждане пытались взыскать свои деньги в судебном порядке но при исполнении решений в их пользу выяснилось что мошенница собственности имеется только автомобиль Toyota SELIC шучу ВАЗ 211-044 не желая отдавать и это имущество она передала судебному приставу 10 косарей за снятие ареста с автомобиля однако тот не пошел на нарушение закона мало дала в результате чего аферистка также была уличена в даче в сятке следующий рассказ весомый аргумент в Канске Красноярского края полицейские задержали предпринимательницу торговавшую несуществующими автомобилями ранее судимая 57-летняя местная жительница была директором фирмы которая якобы специализировалась на дерево пропутки молодому человеку бизнесвумен предложила приобрести автомобиль японского производства на выбор марка Lexus Toyota и других причем за половину стоимости однако чтобы получить такую скидку покупатель должен был сразу внести часть суммы и оплатить покупку целиком даже не в виде автомобиля аферистка подтверждала это тем фактом что транспорт это плата за лес который ее фирма предоставляет японским дилерам посчитав такой аргумент весомым парень заплатил деньги но машины не получил в ходе расследования этого инцидента следователь выявили еще два потомных факта пострадавшими оказались 42-летний и 45-летний житель Канска причиненный ему ущерб составил более двух лямов однако полицейские не исключают что обманывают людей может быть еще больше следующая история без денег и без жилья в моем любимом Владивостоке пресечена деятельность агентства недвижимости которая по мнению следствия обманывала своих клиентов эта организация предоставляла помощь в аренде квартир приезжим студентам размещая рекламу в интернете и выставляя цену за свои услуги едва ли не самую низкую в городе однако люди обратившиеся в агентство впоследствии переплачивали втри дорого и оставались без денег и без жилья если же кто-то пытался вернуть деньги к нему приходили так называемые вышибалые трое крупных мужиков оказывали психическое а иногда и физическое очень иногда воздействие на потерпевшего с каждым из клиентов фриэлторы заключали договор однако снять квартиру удалось единиц мошенники брали с противопевших денег вперед иставали непригодные для шлея квартиры с голыми стенами и выпитыми окнами возбуждено уголовное дело в прокуратуре лежит около 60 заявлений от обманутых граждан однако оперативники уверены что пострадавших гораздо больше так по-моему это все да больше историй нет ну мы с вами закончим эти коротенькие истории гороскопом безопасности с 24 июля а ну все уже он как бы 6 августа ну давайте посмотрим может быть у кого-то исполнилось или нет овен в этот период не стоит начинать долгосрочные проекты они будут продвигаться медленно с препятствиями трудности возможны в завязывании новых отношений делового партнерства остерегайтесь легкомыслив денежных делах и агрессии телец подходящее время для завершения начатых ранее дел особенно если они касаются дома семьи наследства недвижимой собственности с новыми начинаниями придется потерпеть до осени с большими тратами тоже сейчас увеличена вероятность ошибки в выборе близнецы в вашем окружении могут появиться агрессивные или очень странные люди старайтесь избегать резких слов и необдуманной реакции на чужие слова если вам делают предложение которое вы не можете принять просто пошлите нахуй без лишних объяснений и возмущений рак возможно материальные заботы беспокойство за долгов больших трат или недостаточных заработков для приобретения сейчас время не самое лучшее особенно нежелательно покупать дорогие вещи украшения предметы искусства будьте пережливее и так все в долгах купаетесь куда вам еще искусство и украшения лев в этот период вы можете лучше отстанить свои возможности понять до чего уши доросли а до чего пока нет но время для начинания не подходящее поэтому с важным выбором не стоит спешить особенно если он касается денег и сотрудничества смены работы или рода деятельности просто живите в кайф дева в это время будет сложнее осуществиться вашим желанием и труднее справиться с тяжелой работой надо чаще давать себе предыдущику физические нагрузки могут пойти во вред а не на пользу здоровью могут проявиться ваши уязвимости и дефекты характера что скажется на партнерских отношениях дайте вы не ебите мозг партнерам своему мои любимые весы это неподходящее время для серьезных начинаний связанных с бизнесом и карьерой а также для крупных приобретений подписания договоров и обращения в суд в делах периодически возможен беспорядок не исключен расклад с сотрудниками и коллегами скорпионы хорошо завершать дела подводить итоги сейчас очень полезна экономия средств крупные покупки вообще лучше отложить до осени в этот период возможно возвращение к прежним целям и старым контактам стрельцы это не очень благоприятное время для первого обращения в суд для официальной регистрации бизнеса и устройства на работу но можно вернуться к старым делам и проблемам и решить их в это время можно найти хорошего советчика козерок вы можете оказаться в центре внимания показать себя с хорошей или плохой стороны от кого-то из загружения сможете получить нечто полезное но и другие люди тоже могут использовать вас в своих целях укажите мне какого козерока можно использовать в своих целях я возьму у него автограф в это время возможно всякие неожиданности когда придется чем-то жертвовать мои любимые водолеи возможно некоторые трудности из-за ошибок в расчетах или неверной оценки окружающих вас людей не исключены противодействия вашим планам и начинаниям со стороны конкурентов и недоброжелателей хейтеры это вы что ли время мало подходит для переговоров да с переговорами проблема рыбки старайтесь не спешить в решении вопросов требующих практицизма точность или умение разбираться в психологических и юридических тонкостях если вы не в форме лучше не бронз за такие дела вот такой вот краскоп без опасности для вас у меня был сегодня в общем дорогие мои я желаю вам всем спокойной ночи и жду комментариев насчет нашей с вами новой рубрики ну и естественно ждите новые криминальные истории все всем пока всех люблю целую